здравствуйте ребята мы сегодня с вами продолжаем курс повторения в виде решения задач и повторения пройденных тем этого учебного года на прошлом уроке я вам давала домашнее задание задачу очень интересную определить ускорение свободного падения на планете масса которой больше масса земли на 200 процентов а радиус на сто процентов больше земного я хотела показать вам именно алгоритм решения этой задачи используя ваше знание математики уровня 5 6 класса и так масса планеты на 200 процентов больше массы земли если мы возьмем что масса земли сто процентов а масса планеты на 200 больше это получается 300 давайте запишем это именно в долях получается масса планеты равно три массы земли радиус на сто процентов больше значит радиус будет составлять в два раза больше радиуса земли я запишу так радиус планеты в два радиуса земли и вы увидите как красиво все складывается решение задач ускорение свободного падения на земле мы принимаем как же земли равно 10 метров секунда квадрат давайте-ка мы напишем формулу ускорение свободного падения в общем виде для любой планеты же равно гамма м разделить на r в квадрате и сразу подставим здесь индексы что это будет касаться планеты и используем опять-таки знания по математике метод подстановки мы вместо массы планеты и радиуса планеты подставим вот эти числовые значения у вас получится гамма 3 м земли к разделить на 2 r земли в квадрате давайте возведем квадрат расходуем скобки и у нас получается еще по закону математики числа переводится вперед а буквы назад и у вас получится 3 гамма м земли разделить 2 в квадрате 4 r земли в квадрате ребята вот это отношение если бы мы подставили числовые значения это получилось бы ускорение свободного падения на земле она у нас имеет числовое значение 10 и тогда получается 3 умножить на 10 разделить на 4 будет 7,5 метр на секунду квадрат посмотрели вот так можно решить потому что радио земли 6400 километров это очень много как мы можем рассчитать масса планеты 6 на 10 24 степени килограмм это большие числа поэтому данного рода задачи мы расписываем именно через метод подстановки усвоили переходим к следующей задачи как изменилась вы первая космическая скорость если масса планет увеличилась бы в девять раз вы берете формулы первой космической скорости через массу и радиус планеты и точно таким же методом подстановки вы рассчитываете у вас должен ответ получится увеличилась в три раза и эти домашние задачи как изменилась первая космическая скорость если б радиус планет увеличился в девять раз то есть используя метод подстановки и сокращение у вас получается ответ уменьшилась три раза и тут увеличится в два раза проверьте используя примерный алгоритм решения задачи ну а теперь вспоминаем мы проходили с вами успешно во второй и в третьей четверти механические колебания это периодически повторяющиеся движения основными характеристиками колебания является амплитуда частота период фаза колебаний и мы говорили про гармонический закон что колебания подчиняющиеся закону синус или косинуса называются гармоническими колебаниями все это вы сейчас повторяете потому что вы это должны были пройти и уравнение гармонических колебаний уравнение координат скорости ускорения и амплитуда скорости которую вы знаете вспомните что такое амплитуда это максимальное отклонение от положения равновесия или максимальное значение данной величины максимальная скорость амплитуда скорости максимальное ускорение амплитуда ускорения и также максимальная сила мы сегодня вернемся к этой теме и так вот это опять-таки общий алгоритм вывод всех формул гармонических колебаний вы это все проходили в данном случае косинусоида это развертка гармонического колебания если тело колеблется по закону косинуса и начинаем с первой задачи точка струны совершает колебания с частотой 1 килогерц какой путь пройдет за 2 секунды если амплитуда колебаний точки струны 1 миллиметр амплитуда колебаний струны x 0 1 миллиметр это 10 минус 3 метра с частотой 1 килогерц частота 10 в третьей степени герц потому что килогерц пройдет путь за 2 секунды это время т 2 секунды вам надо найти общий путь теперь внимание ребята вспомним наше колебание центр это положение равновесия влево вправо максимальное отклонение x нулевое x нулевое как протекает колебания мы выводим из положения равновесия отпускаем теперь смотрим сколько отрезков проходит тело за один полный период и так 1 2 3 4 значит получается расстояние пройденное телом за один период а будет равен четырем амплитудам я напишу так с 1 равно 4 x нулевое теперь чтобы найти какой путь проходит общий путь значит нам надо рассчитать сколько таких колебаний то есть общий путь будет равен число колебаний умножить на расстояние одного колебания вспоминаем что такое частота частота это число колебаний в единицу времени не у равно n разделить на t но отсюда же можно найти сразу число колебаний нет ребят если мы это подставляем сюда что у нас получается ню т умножить на с 1 ну а вот это мы подставим вот сюда и у нас получается с общее равно ню т 4 x нулевое вот ваша рабочая формула по которой вы рассчитываете быстренько подставляем числовые значения и получается ню 10 в третьей степени t 2 секунды 4 и умножить на 10 минус 3 и тогда у нас что получается у нас с вами получается 8 метров весь ответ идем дальше математический маятник совершает 50 колебаний за 70 секунд определите период колебаний этого маятника после того как нить укоротили в четыре раза опять-таки будем использовать алгоритм метод подстановки сразу считать ничего не будем мы записываем условия число колебаний n 50 за 70 секунд 70 секунд определите период колебаний этого маятника после того как нить укоротили в четыре раза значит длина нити l2 будет равно или 1 разделить на 4 и найти период т2 мы говорили с вами что период это величина обратной частоте серия в предыдущей задачи у нас было что частота число колебаний в единицу времени если мы соединяем две формулы то мы получаем следующее что ты будет равно ты мало разделить на то есть таким образом мы найдем время период первого колебания теперь я использую формулу периода математического маятника 2 пи умножить на корень квадратный l деленное на же и подставим индексы т2 и l2 для второго случая потому что мы знаем что длина уменьшается в четыре раза давайте вместо l2 подставим вот это l1 деленное на 4 получается т2 равно 2 пи умножить на корень квадратный l1 разделить на 4 и тут же четверку вынесем из-под квадратного корня получается т2 равно вот я вынесу а четверто в знаменателе значит из-под корня она выходит как 1 2 и дальше я переписываю как без изменения или один разделить на же вот это все вместе у нас будет т1 и теперь ребята смотрите т2 равно 1 2 а вместо т1 я подставлю вот и получается т разделить на n и тогда что у меня получается t70 разделить 2 умножить на 50 но тут в общем то можно сказать что это будет 0,7 секунды быстро четко решает не надо никаких лишних математических действий следующая задача материальная точка массы 10 грамм колеблется по закону 0,05 умножить синус 0,6 т плюс 0,8 т плюс 0,8 вам нужно найти максимальную силу действующую на точку и так записываем уравнение x равно 0,05 синус 0,6 т плюс 0,8 найти силу действующую f и еще у нас была масса 10 грамм это 10 умножить на 10 минус 3 килограмм f максимальная тире вопрос я говорила о том что максимальная сила максимальное ускорение максимальная скорость все говорится о амплитузе вспоминаем второй закон ньютона f равно m умножить на а давайте преобразуем если это будет амплитуда я напишу а нулевое тогда и сила будет максимальная значит нам надо найти амплитуду вспомним амплитуду ускорения а нулевое равно x нулевое умножить на омега квадрат а теперь давайте вернемся к нашему уравнению и так то что стоит между равно и синусом это есть амплитуда x нулевое то что стоит множитель при букве т это и есть омега и тогда мы можем все сразу подставить у нас получается f максимальное равно m умножить на x нулевое омега квадрат вот наша с вами рабочая формула f максимальное равно м 10 умножить на 10 минус 3 умножить амплитуда 0,05 и умножить на омега 0,6 квадрате но тут можно быстро посчитать 0,05 умножаем 0,05 умножить на 0,6 это будет 0,3 а 0,36 умножить на 0,5 0,18 на 10 минус 3 0,18 на 10 минус 3 ньютон весь ответ так решаются задачи похожие движение тела массы 2 килограмма описывается уравнением определите полную энергию колеблющегося тела здесь мы уже будем говорить про энергию колеблющегося тела а энергия если тело движется значит она обладает такой энергии кинетической а раз кинетической энергия значит присутствует скорость как найдем эту скорость через уравнение и так записываем x равно 0,8 синус пи т плюс пи разделить на 2 определите полную энергию я напишу так и и максимальная тире вопрос раз тело движется значит мы будем говорить про кинетическую энергию кинетическая энергия она равна м в квадрат разделить на 2 м 2 килограмма и так скорость если я здесь поставлю максимальное нулевое амплитуда скорости значит это будет кинетическая максимальная энергия опять таки вспоминаем амплитуда скорости это есть их с нулевое умножить на омега без квадрата с квадратом это ускорение и начинаем обращать внимание на наше уравнение и так это что было у нас предыдущей задачи правильно амплитуда колебаний множитель при буковке что это омега но все у нас уравнение кинетическая энергия будет сейчас готова и так масса остается x нулевое возводим в квадрат омега квадрат разделить на 2 мы получили уравнение полной энергии движения тела и так и и кинетическая максимальная равна просто подставляем числовые значения 2 килограмма x 0 0 8 в квадрате 0 64 умножить омега пи пи в квадрате ребята можно принять как десятка и тогда получается 2 и 2 сокращается пи квадрат примерно 10 значит получается ответ 6,4 джуля задача решена ваша задача заключается в том чтобы мы вы могли читать уравнение гармонических колебаний ну а теперь домашнее задание какой длины должна быть нить математического маятника чтобы за 120 секунд совершил 60 полных колебаний формула сегодня у нас было колебания груза на пружине описываются уравнением найдите массу груза если жесткость пружины 50 ньютон на метр вам придется вспомнить период пружинного маятника мы сегодня рассматривая математический маятник ваша задача просмотреть эти задачи решить самостоятельно и мы на следующем уроке встречаемся с вами заново на этом сегодня урок заканчиваем желаю вам удачи в решении домашних заданий до новых встреч